Прийти и сдать в библиотеку 2-3 пластиковые крышечки ни для кого не составит труда. Сейчас мы расскажем вам, как эта благотворительная акция спасает жизни детей. В 2011 году в Испании впервые начали собирать пластиковые крышки от всевозможных бутылок. Тогда родители маленькой девочки, которой требовалась операция на сердце, любыми способами искали средства для ее лечения. Одна компания по переработке пластика согласилась помочь девочке, если на переработку принесут 200 тонн крышечек. Собрали вдвое больше. И с тех пор в более чем 40 странах мира такая акция проходит. И на прошлой неделе она стартовала в Рязани. И наша библиотека решила ее поддержать, потому что мы всегда рады поддержать доброе начинание, тем более в год экологии. Эту акцию можно назвать социально-экологической. Одна пластиковая крышка разлагается в природе целых 450 лет. И вместо того, чтобы выбрасывать тысячи крышек, их можно сдать на переработку. Первый этап рязанской акции завершится 20 мая. Тогда весь собранный пластик превратится в деньги. Мы пока не можем предположить, какая сумма будет собрана. Если сумма будет достаточно большая, мы хотели бы направить эти деньги на социализацию профобразования детей. Мы проводим дни профессии, мы проводим различные выездные мероприятия. Это действенно. Детям это нравится. Есть возможность увидеть что-то за пределами интерната и определиться с будущей профессией. Организаторы надеются, что с развитием акции появится возможность помощи детям, нуждающимся в операциях и специальном медицинском оборудовании. Мы обратились в управление и министерство образования, при поддержке которых подходит эта акция. Они отправили информацию об этой акции в различные школы, детские сады, Рязани и Рязанской области. Сейчас к акции подключаются детские учреждения. Для них это наиболее понятно, важно. И для детей, даже маленьких, собрать крышечку, принести ее, положить в какой-нибудь контейнер – это интересно. Можно приносить крышки в существующие пункты сбора или оборудовать собственные, например, на работе. Для этого активисты регистрируются, перейдя по ссылке, расположенной в группе ВКонтакте «Добрые крышечки Рязань». В ответ присылается листовка. Ее можно повесить рядом с емкостью для сбора крышек. И подробная инструкция, для чего это нужно. Сдавать можно чистые, закручивающиеся крышки от воды, молочных продуктов, детского питания, пива, майонеза, кетчупа, пятилитровых бутылок. Причем от них также можно приносить и пластиковые ручки. Рязанцы уже вовсю активизировались. Очень хорошо реагируют, спрашивают, действительно ли они у нас постоянно здесь будут. Потому что, когда видят, что у нас эти контейнеры есть, они начинают приносить. Они точно знают, что в библиотеке это работает, и они приносят с удовольствием и уверены в том, что действительно все дойдет до адресата. И, наконец, спросите вы, почему же все-таки именно крышки? Ответ прост. Это легко, быстро, играючи. Пластик крышки стоит дороже бутылки. Из одного килограмма малюток можно выручить 25 рублей. Тот же вес бутылок стоит 12-13 рублей. К тому же, это только первый этап. В Рязани каждую субботу проходит раздельный сбор мусора в разных точках города. Выяснить, где состоится ближайшая акция, можно на сайте экологического Рязанского альянса. Туда можно принести стекло, чистые скрученные пластиковые бутылки, использованные батарейки, аккумуляторы и бумагу. Так что настраиваемся на прогресс и спасение экологии.